Всем привет! Сегодня я буду печь пирог, который, наверное, больше подходит для Рождества, потому что в нем сочетаются классические для Ирландии рождественские вкусы апельсин, корица и клюква. Продуктов для этого пирога нужно немного. Нужна свежая клюква, которая является сезонным продуктом в Ирландии. И у меня ее сейчас нет, но я буду использовать замороженную. Ну что, давайте начнем. Вот здесь у меня просеяно 2 чашки муки. Рецепт, как всегда, я вам оставлю под видео. Я сюда добавлю сухие ингредиенты. Это немножко соли и разрыхлителя. Так я его разомну. Все это хорошенечко перемешаем и отложим в сторонку. Теперь я смешала сахар с ванильным сахаром и добавила туда цедру одного апельсина. Из остатков апельсина я выдавила сок. Здесь у меня 125 мл или половина чашки. У меня вот такой большой миксер. Вы можете использовать обыкновенный ручной. В чашку миксера я налью апельсиновый сок. У меня чашка уже влета. Туда же налью кефир и растительное масло по пол чашки или по 125 мл. И туда же я кладу 2 больших яйца. И все это я сейчас перемешаю. Духовку я уже включила. Она у меня разогревается до 170 градусов. Ну что, приступим. Все ингредиенты у меня перемешались. Теперь я туда добавлю сахар, перемешанный с цедрой апельсина. И опять все хорошенько перемешаем. Долго взбивать не нужно. Сейчас я вам покажу поближе. Вот так. Просто перемешать все ингредиенты. И сейчас я туда же добавлю муку. Мука, как вы помните, у меня перемешана с разрыхлителем. И туда же добавлено немножко соли. Теперь мы опять включаем миксер и перемешаем до однородности. Итак, тесто у нас готово. Сейчас мы туда добавим клюкву. Клюква, как я сказала, у меня замороженная. Я ее достану сейчас из морозилки и перемешаю с небольшим количеством муки. Сейчас мы клюкву добавим в тесто, перемешаем и сразу ставим тесто в духовку. Я перекладываю тесто вот в такую форму. К моей форме не прилипает, но я на всякий случай смазала только дно маслом. Если вы не уверены в своей форме, то тоже смажьте ее маслом. Как видите, у меня формы не очень большие, поэтому мне пришлось тесто разделить пополам. Но если у вас форма диаметром 23 сантиметра, то этого теста будет достаточно на эту форму. Я ставлю тесто в духовку. Она у меня разогрета до 170 градусов. И выпекаться пирог будет примерно 1 час 15 минут. Ну что, пирог наш готов. Я ему дам остыть в форме минут 5, потом выну и будем ждать, пока он совсем остынет. Пока у меня остывает пирог, я приготовлю глазурь. Для этого нам понадобится апельсиновый сок и сахарная пудра. Я взяла пару ложечек сахарной пудры и теперь буду добавлять апельсиновый сок. Глазурь должна быть жидкой, но не стекать с пирога, поэтому добавляйте понемножечку. Хорошенечко размешивайте, чтобы не было комочков. Теперь даже получилось слишком жидкое, поэтому добавлю еще немножко сахарной пудры. Вот примерно вот такой консистенции она у нас получилась. Музыка. 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 Пирог наш готов. Ой, он такой мягкий, что я его с трудом поднимаю. Вот такой он на разрезе. Вот такой на разрезе. Сейчас я вам его поломаю. Смотрите, какой нежный. Получилось очень вкусно. Однозначно буду печь этот пирог еще. Признаюсь, что пекла в первый раз. Хочу спечь такой же пирог к Рождеству, поэтому это была проверка рецепта. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что из указанного количества продуктов у меня получилось два небольших кекса, скажем так. Я использовала вот такие формы, они у меня размером 900 миллилитров, поэтому я думаю, что если у вас нет таких форм, то можно взять либо круглую, либо квадратную форму, но размером примерно 2 литра. И тогда из указанного количества продуктов получится один такой хорошего размера пирог. Ну что, всем приятного аппетита и мне тоже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok